Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи. Владимир Мудряков, российский рынок и наш коллега из города Ростова-на-Дону уже с нами. Владимир, приветствуем вас! Добрый день, Игорь, добрый день, участники! Как вам российский рынок? Что интересного? На чем зарабатываем? Сейчас поделимся. Давайте, друзья, внимательно смотрим и повторяем финансовый успех Владимира Мудрякова. Добрый день, Игорь Мудряков. Мы это с вами обсуждали в прошлый раз, достижение отметок порядка 4 тысяч по индексу ММВБ, как возможный разворотный момент и аналогичная ситуация с S&P. То есть находимся на отметке 4 тысяч с небольшим. И вот эта коррекция, которая сейчас происходит, то есть если даже по форуме посмотреть, ну, во-первых, наконец-таки она больше 3%, в моменте позавчера было даже 5%. Но по форуме это все-таки не какое-то там сильное падение, да, как здесь, то есть, ну, обычная нормальная коррекция. Я думаю, плюс-минус сейчас где-то здесь остановимся и возможно, что после сегодняшнего вечернего заседания завтра пойдет, ну, очередное устойчивое движение на обновление. По крайней мере, я на это сегодня готов делать ставки и вечером, конечно же, буду активно следить за происходящими событиями. По индексу РТС у нас плюс-минус аналогичная картина, да, то есть от 1800 до 1780 мы ожидаемо скорректировались. Единственное, до 1680 не дошли, как я рассчитывал, чтобы закупаться РТСом, но посмотрим, может быть еще что-то положительное здесь произойдет. Вот валютная пара доллар-рубль, небольшой очередной отскок от 72 после выборов произошел, но без какого-то устойчивого движения, поэтому здесь моя картина не меняется. То есть основной диапазон, который я планирую рассматривать, это, конечно же, 72 для конвертации. Если мы сходим на 771, эти отметки никуда не деваются из моего терминала, здесь уже готов, да, в том числе и спекулятивно присоединиться к лангам по валютной паре доллар-рубль. Дальше с нефтью незначительная совсем была у нас коррекция, но нефть очередной раз очень быстро выкупили, то есть, ну, какую-то продолжающуюся тенденцию сделать они не смогли. Поэтому потенциал, как и раньше, до конца года это район 78, то есть все равно основное приоритетное направление для входа это в сторону ланга. Что по нашим основным инструментам, ну, по РТСу ответил, понятное дело, связанное с заседанием ФРС. Сейчас, так, это часовики, да, которые я отмечал по РТСу. На заседание ФРС, которое сегодня будет, мне бы очень хотелось, чтобы вначале сделали небольшое падение. Ставку не подняли, на этом фоне рынок дальше вверх сходил. Поэтому, ну, сегодня через опционы, да, попробую отыграть. Все-таки рынки немножко припали, поэтому потенциал для отскока, он на данных отметках сохраняется. По Сбербанку, по Сбербанку здесь ничего нового не происходит, то есть накапливаем пружинный потенциал, да, 320, 325. Также находимся в этом диапазоне. Для меня понятный спекулятивный момент для входа. Это район 315 рублей, поэтому фьючерс на Сбербанк сейчас не рассматривают для торговли. По фьючерсу на Газпром продолжаем находиться в сильной стадии. То есть Газпром сейчас, ну, однозначно выглядит стабильнее и сильнее, чем Сбербанк. Ну, и как последнее, да, движение уже, получается, с ноября месяц, да, практически год Газпром растет и за год сделал, ну, 120% прибыли. Это, конечно же, замечательно, хотя единицы тех, которые готовы были здесь докупать и не боялись ценовых отметок в районе 160 рублей. Ну, в принципе, так всегда и бывает. Отметка 310 рублей не была достигнута, поэтому дополнительных новых позиций по Газпрому я не совершал. Из интересных моментов на рынке, вчера проводил эфир, ГМК находится на действительно интересных ценовых отметках с учетом коррекции. Это что касается нашего рынка, да, то есть определенный дисконт сохраняется почти в 18, даже почти в 20, если брать от хая скидка имеется. Это Алроса слегка корректируется, но Алроса сейчас на высоких отметках, поэтому здесь не могу говорить, что прям очень хорошая, понятная идея. И еще понятная идея – это золотодобывающие компании, такие как Полюс Металл. Полюс Металл, прошу прощения, и Полюс из этих двух чуть больше нравится. Полюс, хотя нельзя сказать, что однозначно лучше, чем Полюс Металл, находится на привлекательных отметках 12 тысяч. Это вот что из понятных идей, а Алибаба продолжает пока валиться, валиться, валиться. Посмотрим, на чем это закончится. Дисконт, конечно же, сейчас сумасшедший. Это не говорит о том, что падение не может и дальше продолжиться. Конечно же, на рынке может быть все что угодно, поэтому очень хочется дождаться хоть небольшого подтверждения к отскоку, чтобы еще продолжить закупаться. Потому что здесь опасно на каждом небольшом снижении увеличивать и увеличивать позицию, потому что могут хорошо и дальше вниз прокатить. Тем не менее, как минимум, понятная, прозрачная идея на рынке. Вот такие моменты в рамках сегодняшнего торгового дня. Спасибо большое, Владимир. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. У меня вопрос. Вы нам рассказали о своем плане действий сегодня на ставке, на выступлении руководства ФРС. А у меня такой вопрос. Помимо ставки, там же может прозвучать и тема снижения объемов выкупа токсичных активов с рынка, которые сейчас идут в объеме 120 миллиардов долларов США в месяц. И на ваш взгляд, что может случиться? Будет какой-то намек вообще? Будет ли затронута эта тема? Если будет затронута, чего бы вы ожидали? Снижение объемов выкупа при остановке или, так сказать, наоборот, заявление о продолжении выкупа токсичных активов с рынка? Честно говоря, мне абсолютно все равно. Я понял. То есть вы не считаете, что это может повлиять на рынок? Это однозначно может повлиять, но я на это никак повлиять не могу. Б, я не знаю, как на этом заработать. Понял. То есть в 21.30 слушаем, вот так вот, и как скажут, так и делаем, да? Нет. Сегодняшний день это исключительно спекулятивная возможность, в спекулятивных возможностях анализировать какие-то новостные сиюминутные факторы. Ну, я считаю, это просто глупость. То есть вы в 9 и в 9.30 будете просто смотреть и слушать, а руками быстро скальпить ничего не будете? Даже слушать никого не буду. Просто смотреть на график и, исходя из графика, отрабатывать свои идеи. Боже мой, друзья, вот как он это делает? Даже руки к батареи на ручнике не прикрепляет, и тем не менее в рынок не входит. Человек железной воли, друзья, был с нами Владимир Мудряков, Ростов-на-Дону. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной договоры и хорошего настроения. Спасибо. Удачи. Всего доброго. До свидания.